В Музее промышленности и искусства открылся мемориальный кабинет его основателя Дмитрия Геннадьевича Бурыльна. 2014 год проходил под знаком столетнего юбилея и открытие новой экспозиции – логичное завершение многочисленных юбилейных мероприятий. Дата открытия музея считается 26 декабря 1914 года, а началось его строительство в августе 1912 года, когда исполнилось 100 лет промышленной и общественной деятельности купеческого рода Бурылиных. Музей строится два года, собственно, по передовым технологиям. Подрядчики были не только Иваново-Зисенские, но и московские, и даже иностранные. Предполагалось даже устройство подъемной машины, подъемного механизма в музее. Но, собственно, финансовая ситуация, какие-то обстоятельства, они помешали ряду проектов, в том числе строительству обсерватории в этом здании. Но, так или иначе, в 1914 году, где-то уже с октября 1914 года, музей был открыт для организованных групп посетителей. Где именно располагался кабинет Дмитрия Бурыльна, доподлинно неизвестно. Но, поскольку первый этаж здания не был предназначен для размещения экспозиции, а был жилым, вполне возможно, что именно здесь и находилась рабочая комната основателя музея. Существует, правда, очень многочисленные подлинные документы и фотографии, на которые мы и опирались, создавая вот этот экспозиционный выставочный проект мемориального кабинета. Но, в частности, сохранилась фотография внутреннего интерьера родового дома особняка Дмитрия Геннадьевича Бурыльна. И мы постарались конструировать вот это пространство. Рабочая обстановка воссоздана в духе эпохи модерна. Для экспозиции из фондов музея подобраны предметы начала 20 века. Есть здесь и мемориальные вещи, которых касалась рука Дмитрия Геннадьевича. Например, вот эта расшитая бисером папка для деловых бумаг и писем. Кроме того, сохранилась мебель, которую Дмитрий Бурылин приобрел для своего музея. Мы старались максимально насытить пространство кабинета подлинными мемориальными вещами. Но это, прежде всего, те предметы коллекции, которые собирал Дмитрий Геннадьевич Бурылин, привозил из далеких стран, из Египта, из Иерусалима. Это его рабочая переписка, книги, которые он использовал в своей деятельности коллекционеры. На многих из них автографы Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Здесь же и подлинные шкафы, в которых он хранил экспонаты своих коллекций. Открытие рабочего кабинета Дмитрия Бурылина – это дань уважения человеку, подарившему музей городу и его жителям сто лет спустя. Любовь Почерникова, Андрей Семенков, РТВ Иваново.